Видео создано при поддержке группы Игра Престолов. Валар Мургулис, друзья! Из данного видео вы узнаете 10 интересных фактов о мире Игры Престолов, которые вы, скорее всего, не знали. Согласно легендам, именно благодаря детям леса в современном Вестеросе существует Воронья Почта. Когда-то дети леса умели говорить с воронами и заставлять их повторять свои слова. Дети научили этому высокому таинству первых людей, так что эти вороны могли разносить вести на огромные расстояния. И в ухудшенной форме оно дошло до современных мастеров, которые уже не знают, как разговаривать с птицами. Хотя государство Вестероса и называется Семь Королевств, технически оно имеет 9 областей. Дорн, Простор, Штормовые Земли, Королевские Земли, Западные Земли, Речные Земли, Долина Ариен, Север и Железные Острова. Все считают, что со смертью Маргери и Лореса Тиролов, Дом Тиролов прекратил свое существование, так как Леди Олина Тирол не сможет уже больше иметь детей. Да и она Тирол не по рождению, и до замужества была Редвин. Но это не так. Существует большая вероятность того, что Дом Тиролов останется жив. По книгам, у Тиролов очень много младших ветвей, представители которых с радостью займут место Лордов Простора. Но вы скажете, при чем книги до сериала? Ведь в книгах у Лореса и Маргери было еще два брата, а в сериале они отсутствуют. И будете правы. В сериале, в четвертой серии третьего сезона, нам показали сцену, где возле Леди Олены вышивают две девушки. Это подружки Маргери, которые привели вместе с ней из Хайгардена. Одна из этих девушек, показывая свою работу, обращается к Леди Олене со словами «бабушка». Простая девушка не посмела бы к ней так обратиться. И это говорит о том, что у Тиролов все-таки остались молодые представители рода, хоть и женского пола. По книгам, Маргери прибыла в Королевскую Гавань с тремя фрейлинами Эллинор Тирел, Мегай Тирел и Эллай Тирел, представительницами младших ветвей дома Тирел. И можно с большой вероятностью сказать, что две девушки, вышивающие возле Леди Олены, являются кем-то из перечисленных выше девушек. В мире Игры Престолов, помимо известных нам материков Вестерос и Эссес, существует еще два материка – Саториос и Ультас, о которых почти ничего неизвестно. Также есть огромные острова, размером с отдельную область Семи Королевств. Это острова Иб, Большой Иб и меньшие острова вокруг него. Летние острова – крупный архипелаг в Летнем море, который лежит к югу от Вестероса. Большой Морок – самый крупный остров известного мира, который разделяет Нефритовое и Летнее моря. Восточнее Морока находится остров Лэнг. Роберту Баратиону, когда он поднял восстание против Таргаринов и в итоге стал королем Семи Королевств, было всего лишь 21 год. Простор – самый населенный регион страны, хотя по занимаемой территории он меньше севера. Железный трон – трон королей Вестероса и символ верховной власти над Семи Королевствами. Его приказал выковать Эйгон Завоеватель. В качестве материала использовали тысячи мечей его поверженных врагов. В итоге получился огромный асимметричный уродливый трон, сидя на котором король возвышался над своими подданными. На нем было неудобно сидеть, и короли Вестероса часто ранились об него. Говорят, что если монарх часто ранится об трон, то он его не принимает, и такой король долго не продержится у власти. Сделав такой трон, Эйгон хотел показать своим наследникам, что никому не стоит сидеть на троне беспечно. Фрэнк Дилейн, сыгравший Тома Реддла, молодого Воландеморта в Гарри Поттере, является сыном Стивена Дилейна, исполняющего роль Станиса Баратиона в «Игре престолов». То есть можно сказать, что Станис – отец Воландеморта. Язык белых ходоков носит название «Скрот». Он напоминает треск льда на Зимнем озере. Этот язык непонятен людям. Всё, что люди слышали из уст ходоков – это пронзительный оглушающий скрежет, когда их ранили или убивали. Убийцу, посланного к Брану Старку во время того, как он был в коме, нанял Джоффри Баратион. Хотя в книгах об этом прямо не сказано, о том, что это он, догадывались как Джеймс Серсей, так и Тириан. И на этом моменте ролик подходит к концу. Если он вам понравился, ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны. Также, если хотите получать оповещения о выходе новых видео, нажимайте на колокольчик под данным роликом и будьте в курсе всех обновлений на канале. У канала есть Инстаграм и группа ВКонтакте. Буду рад вас там видеть. Спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok